Это новости на канале Санкт-Петербург. Доброе утро. Сегодня понедельник, 17 ноября. Меня зовут Александра Вараксина. Я и мои коллеги расскажем о главном к этому часу. И прямо сейчас я передаю слово нашему корреспонденту Александру Чуеву. На проспекте Абуховской обороны у дома 147 нанесли первый дублирующий знак «Место остановки трамвая». Он должен снизить количество ДТП, большинство из которых происходит рядом с остановками общественного транспорта. Знак выполнен из термопластика разных цветов. Он размещается на обочине дороги и сразу бросается в глаза водителям. В чем его преимущество? Термопластиком, как известно, у нас размечаются линии на дороге. Для этого используется громоздкая дорожная техника. Готовый знак из сформированного термопластика. Во-первых, мы имеем возможность нанести его целиком и сразу. Во-вторых, он может быть из нескольких цветов, что делает его более заметным на дороге. Знак «Место остановки трамвая» нарезается плоскими листами и после чего прямо на дорожном полотне собирается, как детский пазл. С помощью обыкновенной газовой горелки разогревается до температуры 220 градусов. Так он крепче обычной краски примерно в 6-8 раз. В ближайшие два сезона дорожники будут наблюдать за эффективностью новинки. В случае успеха подобные знаки появятся и по другим адресам. В Петербурге сегодня стартует самый значимый форум Северо-Запада в области медицины и биотехнологии. Традиционно на нем обсуждают вопрос реализации постановления о развитии фармацевтической промышленности до 2020 года. Благодаря федеральной программе, к примеру, уже удалось совершить техническое перевооружение и провести реконструкцию учебного корпуса Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии. Сегодня состоится торжественный запуск. Академия обеспечит специалистами новые фармпредприятия города. Планируется, что в петербургском кластере будут созданы почти 20 тысяч рабочих мест. У отрасли они сейчас необходимы. Аптичные прилавки на 70% заполнены импортными препаратами, которые, как правило, дороже отечественных. И специалисты надеются изменить такой баланс. Наличие академии выгодно отличает кластер Петербурга от других подобных объединений в Ярославской и Калужской областях. Далее, коротко о других заметных событиях дня. Для сбора батареек, аккумуляторов, ламп и других опасных бытовых отходов в жилых домах петербуржцев установят эко-боксы. Готовы 2000 специальных ящиков. Пилотный проект стартует сегодня. В программу попали 300 адресов. На каждый будет выделено по два контейнера на замену. Это ярко раскрашенные картонные коробки. Их стоимость не превышает и 200 рублей. Сейчас сбор опасных отходов организован на пяти стационарных пунктах и через эко-терминалы. Кроме того, во всех районах города действует служба эко-мобилей. Кстати, избавиться от градусников без ущерба природе до сих пор можно только при их помощи. Конкурс на миллион. Смольный объявил гастрономический аукцион, участникам которого предстоит разработать предложение для туристов, которые любят поесть. Это специальные маршруты, их не менее пяти. Фестивали еды и раскручивание петербургских брендов, к примеру, таких как корюшка. Любимая золотая рыбка с огуречным запахом не попала в рейтинг самых известных за границей. Исследования проводили эксперты высшей школы экономики. Даже сами туроператоры в основном пиарят камчатского краба, байкальского омуля, тульский пряник и вологодское масло. При этом на гостях, которые любят русскую кухню в Петербурге, кое-кто уже научился зарабатывать. Отдельные туры с посещением мастер-классов и русского застолья с блинами, соленьями и щами иностранцам в интернете предлагают активно. Реабилитироваться перед болельщиками за поражение от Динамо Московского хоккеисты СКА смогут уже сегодня вечером в поединке с Динамо Минским. Подопечные Вячеслава Быкова продолжают уверенно лидировать в регулярном сезоне КХЛ. Но настроение игрокам и поклонникам серьезно подпортило неудачи в игре с двукратным обладателем Кубка Гагарина. Принципиальный соперник оказался сильнее 4-1. Сейчас у петербургцев есть определенные проблемы с составом. В списке травмированных ключевые игроки Белов, Чудинов и Щипачев. По уважительной причине пропустит игру и Дмитрий Юдин, который в составе молодежной сборной России участвует в турне по Северной Америке. Но даже при таком раскладе хозяева считаются фаворитами в поединке. К слову, минчане последний матч также проиграли 1-3 Йокериту. Поединок в СКА Динамо Минск пройдет в Ледовом дворце. Начало в 19.30. И пока это все. Новости на канале Санкт-Петербург. Каждый час оставайтесь с нами.